Добрый вечер всем, кто смотрит нас в зависимости, кто пересматривает все наши вебинары. Очень приятно, что есть просмотры, что их много, что люди интересуются, что это кому-то интересно. Мы работаем в большей степени для новичков и для тех людей, кто строит свои команды, которым нужны какие-то, может, рекомендации, какая-то помощь в построении, в работе со своими клиентами, со своими партнерами. Поэтому все, кому интересно, пожалуйста, с удовольствием смотрите, и мы будем рады, если вы для себя почерпнете что-то интересное. Итак, меня зовут Федорова Любовь, я являюсь региональным куратором Латвии. И сегодня мы с вами поговорим о следующих двух задачах спонсора, который приглашает в команду, приглашает в бизнес людей и помогает им, обучает их и помогает идти, делать первые шаги, ставить команду и также расширять свой бизнес. Мы говорили о целях, о контактах, о том, как мы звоним, о телефонном этикете, как мы планируем время. То есть это все такие небольшие нюансы, которыми нужно все-таки владеть, мастерски владеть, для того, чтобы наши шаги к успеху вели нас только вверх и вели нас к успеху. Поэтому сегодня мы поговорим об основном побуждающем факторе, это что побуждает человека вообще вставать и делать какие-то шаги. И о том, как делаем мы презентации с учетом психотипов людей. Потому что все люди подразделяются на четыре таких категории, на четыре таких психотипа. Это командиры, звезды, гуманисты, аналитики. Их так принято классифицировать, потому что очень легко тогда, может быть, даже запомнить, кто такой командир. Командир – это человек, который знает, чего он хочет, который умеет ставить цели, умеет идти к ним, умеет четко всю дорогу к этой цели своей расписать. Он видит, сразу видит, с какими препятствиями ему придется столкнуться, что ему придется преодолеть, какие задачи ему придется решить. Для него важны очень высокие стандарты. Для него важно, чтобы, если он за что-то берется, чтобы это было выгодно, чтобы это было прибыльно, иначе зачем на это деньги тратить, чтобы это было качественно, за что не стыдно потом. Поэтому, когда они являются руководителем каких-то структур или предприятий, то они очень требовательны. Они требовательны к персоналу, они требовательны к себе. Но такой вот настоящий командир. Звезды – это достаточно такие легкие люди, общительные люди. Для них очень важны атрибуты статуса, успеха. Они хотят быть в центре внимания. Это, можно сказать так, человек-праздник. Он такой доброжелательный, позитивный, общительный. Он не выносит критики, потому что звезды, они достаточно такие обидчивые. Ну, бывают такие звезды, которые хотят быть командирами. Бывают смешанные психотипы. Но звезда-командир – это иногда такой сложный человек, потому что он не только хочет командовать, но он хочет еще, чтобы его за это хвалили, чтобы им восхищались, чтобы он привык быть на пьедестале. Картинки у меня такие поставлены. Объясню тем, кто первый раз будет смотреть. Это картинки из мультфильма «38 попугаев», когда там были четыре главных героя, и у них как раз-таки очень хорошо просматриваются эти психотипы. Вот обезьянка там была конкретной звездой, она все время меняла местоположение, чтобы за ней все следили глазами, чтобы быть в центре внимания. Она куда-то забиралась повыше, она такие позы занимала, что-то рассказывала артистично. То есть это была типичная звезда. А вернусь назад, командир – это был попугай, он там закладывал крылышки назад и говорил. Он говорил так, как будто бы он единственно знает точно, как нужно делать. Он давал все рекомендации достаточно четко. То есть он был настоящий командир, такой типичный. Гуманисты – это люди, которые проживают свою жизнь в заботе о других людях, в заботе об окружающей среде, в заботе о животном мире каком-то, наверное. Они ориентированы на отношения. Для них очень важно мнение, оценка других людей. Для них очень важно, чтобы все было правильно. Они достаточно трудолюбивые и творческие люди. Они как раз очень хорошо подходят для партнеров нашей компании, потому что для них вот эта миссия такая, у многих есть такая миссия, сделать в жизни что-то такое большое, грандиозное для людей, для общества, для доброты, для планеты. И как раз они очень подходят для презентации нашего проекта. Они с такой душой об этом всем рассказывают. Вот. И аналитики, я еще их назвала дипломатами, это люди, которые могут копаться в разных деталях. Для них важны цифры, факты, анализы, сопоставления. То есть они будут выстраивать целую систему, упорядочивать. То есть они будут копаться в мелочах разных. То есть им нужна конкретика. Они сразу видят риски. Знаете, ну вот реальный аналитик. Вот они все просчитывают, они все ставят под сомнение, и потом пытаются вот это все найти доказательства, ну либо за, либо против. То есть если они принимают решение «нет», то оно будет абсолютно обосновано со всех сторон. Если они принимают решение «да», то для себя они должны точно так же его обосновать со всех сторон, чтобы это было «да», железобетонное. В мультфильме был слоненок, который все время чего-то хотел, чтобы все было детально, чтобы все было подробно, чтобы что-то он все ставил под сомнение, чтобы все было там еще раз перепроверено. И когда у нас происходит вот с такими людьми первая встреча, и мы уже хорошо, если мы уже точно знаем, кто перед нами, то очень важно с командиром говорить очень четко, коротко, конкретно. То есть если мы уже назначили встречу, то нужно прийти и сразу сказать, не ходить вокруг да около, сказать, почему мы пригласили. Со звездой, конечно, нужно быть искренним, показать гостеприимство, показать заинтересованность, так, улыбаться, угощать, свободный пользу. То есть со звездой в любом случае нужно быть открытым. Как мы в навыках коммуникации говорили, что очень важно настраиваться на ту же волну, что и человек перед нами. Поэтому это тоже абсолютно относится и к психотипам тоже. Вот. Гуманисту мы проявляем интерес, поддержку, показываем искренность, компетентность. Ну, искренность, наверное, мы всегда должны, то есть никакой наигранности, никакой там оболочки не должно быть. Мы должны быть абсолютно открыты. Нам здесь даже и не стоит там что-то переукрашать, потому что вот у нас все, как говорится, налицо. Бизнес, который мы приглашаем, он настолько чистый, настолько классный, настолько, ну, приятный. Им приятно заниматься, приятно об этом говорить, приятно в нем существовать, точно так же, как ездить на полигоны, кататься на нашем транспорте. Поэтому здесь в любом случае всегда все, что идет от души, а оно идет от души, это все должно получиться. Вот. Очень важно, если гуманист, допустим, вот пришел на встречу, поинтересоваться, как он себя чувствует, не хочет ли он там отдохнуть, как он вообще добрался, может быть, попить воды, что-то такое, то есть проявить о нем заботу, потому что он всегда сам проявляет заботу обо всех людях. Конечно, ему интересно, когда он встречает точно такое же отношение к самому себе. С дипломатом нужно показывать искренний интерес, экспертность, готовить как можно больше деталей, быть готовым к тому, что дипломат будет задавать вопросы. И вообще, когда мы идем на встречу с дипломатом, нам нужно очень много мелочей, всяких продумывать наперед, что нельзя делать при первой встрече с этими людьми. С командиром нельзя манипулировать, показывать свою некомпетентность, быть нечестным, уже сказала. То есть если мы получаем вдруг какой-то вопрос, на который мы не знаем ответа, мы должны сказать честно, что, вы знаете, я этим не интересовалась, я с этим еще не столкнулась, мне это вообще самой было неинтересно, но я эту информацию узнаю. То есть, но не придумывать что-то самому, не одевать на какие-то, может быть, на наш взгляд, неинтересные факты, какую-то красивую яркую оболочку, какую-то там, знаете, как конфетку, невкусную конфетку завернуть в красивую бумагу. Нет, не стоит этого делать, вообще ни с кем. Также со звездой нельзя быть неискрим, нельзя критиковать, спорить и давить на него нельзя. С гуманистом нельзя быстро говорить. И он наиболее будет, ну, не могу сказать, что обижен, если мы не будем его слушать, если мы будем задавать вопросы и не будем его слушать, потому что, когда ты задаешь вопрос и выслушиваешь человека, то ты тем самым проявляешь заботу об этом человеке. И опять с гуманистом, который заботится обо всех, нельзя не проявлять заботу о нём. Его нельзя торопить с решением и навязывать своё мнение, потому что ему надо самому прийти. Он, принимая наше предложение, он сразу продумывает наперёд, какие аргументы он будет использовать, когда он будет нести эту информацию дальше, другим людям. Поэтому он будет долго думать, продумывать будет всё. Он будет думать именно, да. Если дипломат будет искать какие-то факты, какие-то мелочи, вот, то гуманист будет думать. Ну, с дипломатом нельзя преувеличивать выгоду, нельзя вступать в спор, нельзя не говорить о том, что существуют риски на тот момент, когда они существуют, потому что дипломат их очень хорошо видит. Вот. Командиры любят, что ценят эти люди. Да, сейчас мы поговорим, вот что они ценят и на что нужно обращать внимание при презентации. Командиры любят качество люкс. Такое всё, чтобы это было усовершенствованное, чтобы это было такое известное. Комфорт, функциональность, чёткость, финансовую мотивацию. То есть это должно быть выгодно. Ещё раз повторяю, если командир не видит выгоды, он не будет на это тратить время. Ему нужна прибыль. Вот. У него достаточно высокие стандарты. И когда мы делаем презентацию для командира, мы, конечно, ему рассказываем ту информацию, которую мы знаем. Мы можем ему рассказать ту информацию, которая его интересует. Да, командир может нас остановить, он может нас перебить и может начинать задавать просто вопросы. Если он задаёт вопросы, мы должны тоже быть к этому готовы. Значит, ему практически понятно. И он начинает, чтобы не терять время, уточнять. Это тоже абсолютно нормально для командира. Ему мы можем показать, что у нас есть статусы, что у нас есть карьерные возможности. Но мы знаем, да, что кроме того, что мы получаем какие-то там подарки за свои статусы, также мы можем стать спикерами, мы можем стать региональными кураторами, то есть руководителями структур. И мы можем показать командиру, с чего он начнёт, как он станет лидером, как он станет мастером, что у него будут люди в команде, сколько человек, потому что ему очень важно, ему нравится руководить, ему важно понимать, сколько человек у него будет в команде, которые будут брать с него пример, будут с ним советоваться. То есть ему это нравится. Так как он любит ставить цели и добиваться, и знает, как к нему идти, очень важно рассказывать ему про этапы строительства, что у нас на каждом этапе есть своя цель, мы выполняем ее и переходим на следующий этап. Какие наши цели? Объемы строительства, объемы инвестиций. И мы переходим на следующий этап только тогда, когда мы достигаем своей цели. Значит, командир понимает, что так как он идет такой, вот он целенаправленный, то видит, что и мы можем это делать, значит, нашей компании можно доверять. Мы говорим об испытательных площадках в обязательном порядке, там сколько трасс, где это можно увидеть, что есть доказательства, и что это и есть результат нашей работы, потому что командиру надо понимать, какой результат, он сам работает на результат, поэтому обязательно говорим о поригонах, о трассах, о том, что у нас там 12 видов уже подвижного сострава разработано. Что у нас ценят звезды? Для них, конечно, это импульс, они все решают и принимают решение, они, как бы многие люди на эмоциях принимают решение, да, но звезды, они больше всего подвержены этому. Для них что-то новое, что-то эксклюзивное, наличие специальных условий, бонусы, скидки, вот все, для них это классно, это для них эмоции, да, я иду, потому что там сколько там возможностей, сколько там вот всего интересного, да. И мы, допустим, про те же статусы и награды мы тоже можем сказать звезде, но акцент сделает на то, что там подарки, там есть значки, там есть денежные премии за статусы, что у нас есть поездки, у нас есть конкурсы, где тоже можно получить как материальный подарок, так и поездку какую-то, какое-то путешествие. Для звезды очень важна статусность, поэтому если мы скажем, что там раз в год можно поехать, встретиться с самим Юницким, сфотографироваться, для него это тоже как такой, не хочется говорить слово крючок, но есть такой термин, да, то есть он тоже за это цепляется, и он понимает, о, тут есть возможность себя реализовать, да, тут есть возможность показать себя вот как звезду, потому что человек вот, вот я такой, мне так нравится, и здесь я могу понравиться не только окружающим, но и самому себе. Вот гуманисты очень ценят контакт с продавцом, чтобы всегда была поддержка, чтобы гуманисты знал, что в любой момент его, поднимут трубку на его звонок, ответят на его вопрос, помогут ему поговорить с каким-то его партнером, то есть он должен понимать, что мы всегда готовы его поддерживать. Точно так же для него важна экологичность, практичность того, куда мы его приглашаем, да, и вот у нас как раз-таки получается, что и экологично, и выгодно для, как материально выгодно, так и по здоровью, то есть забота идет об окружающих, о людях, нет выхлопа, ну, в общем, все вот эти вот качества нашего транспорта для гуманиста, это прям бальзам на душу, вот. Ну, и каким мы делаем акценты? Конечно, мы говорим четко о транспорте, что экологичный, безопасный, очень важный для людей, для гуманиста важно быть сопричастным к чему-то большому, грандиозному, здесь как раз тоже получается проект большой во имя, во благо людей, во благо планеты, вот, ему тоже важно. Ему важно, что думают о нас и пишут СМИ, то есть информацию гуманисту можно дать тоже такую, на каких выставках мы участвовали, в каких странах, какое впечатление в мире мы производим, и что о нас думают другие, так как для него это всегда важно, что о нем думают другие. Вот он делает добрые дела, но ему очень приятно, когда его хвалят, и точно так же, то есть ему важно, что о нем люди думают, и точно так же ему важно, что думают о том проекте, в который мы его приглашаем, потому что ведь когда он будет в этом проекте, он будет сопричастен с ним, он будет с ним единым целым, и опять-таки отзывы о нем, вот куда он пошел, куда он приглашает, да, вот что будут думать окружающие, для него это очень важно. Что ценят дипломаты? Это качество, надежность, функциональность, он будет мониторить рынок, как я уже говорила, да, для него надо, чтобы это был либо проверенный временем бренд, либо чтобы там все, что он начнет копать, чтобы все было со знаком плюс, но для него. Для дипломата это должна быть запланированная покупка, условно говоря, покупка, вот, поэтому он должен к этому прийти, ему нужно будет время для принятия решений. Ну и когда мы идем на встречу с дипломатом, конечно же, рассказываем ему, запасаемся, можно сказать, такой технической информацией, вот, и в обязательном порядке рассказываем ему о сертификатах, какие у нас есть, какие у нас есть опытные образцы, возможно, структура предприятия, вот такой вопрос он может задать, он может даже задать образование юницкого, то есть об этом тоже его, ну, надо знать, да, нужно подготовиться нам, если мы знаем, что мы уже идем к дипломату. Хорошо ему посоветовать просматривать вебинары Алексея Суходоева, Владимира Маслова, да, потому что там как раз будут вот эти мелочи, будут какие-то технические вещи, которые, в которых любит дипломат копаться. Ну и дальше, когда вот мы с ним встретились, вот мы делаем им презентацию, или же наоборот, вот мы с ним переговорили, мы еще не делаем презентацию, мы только думаем, как нам делать, как нам предложить. Мы должны понимать, что у каждого человека есть тот фактор, та причина, та мотивация, которая заставляет его вообще вставать и идти, и что-то делать. Есть такая, можно сказать, теория Алана Пиза, это сетевик, маркетолог, он очень много написал книг по сетевому маркетингу, он свой первый миллион заработал в сетевом маркетинге, вот, и он говорит, что есть система работы, и ее не нужно менять, ее нужно просто совершенствовать, либо вот заряжать, то есть овладеть этой системой и просто ее применять. То есть он говорит, никогда не изменяйте то, что уже успешно работает, лишь заряжайте это, и все. О чем он говорит? У него есть такая методика работы с клиентом, это метод четырех ключей. С любым клиентом можно провести беседу, но не любой клиент согласится на покупку, давайте будем так это условно называть, по разным причинам, это, возможно, ему не нужно, действительно, вообще не нужно, а, возможно, мы не сумели с ним правильно поговорить, может быть, мы где-то надавили на него, да, и вот он говорит, что есть такая теория, метод четырех ключей. Это очень просто, главное понимать, что происходит. Значит, первый ключ – это растопить лед, второй ключ – найти горячую точку, третий ключ – это нажать горячую точку и получить четвертый ключ, получить обязательство, ну, то есть как бы совершить сделку. это все происходит настолько быстро и компактно, что говорить об этом можно очень долго, а делать это нужно достаточно быстро и легко, главное понимать, что мы делаем. Вот смотрите, первое, когда мы в беседе разговариваем с человеком, что значит первый ключ – растопить лед. Это то, о чем мы сейчас проговорили, выяснить, кто перед нами, и с ним начать беседу, расположить его к себе. Мы же можем того же командира, той же звезду не только разговорами о технологии расположить к себе, правильно? Мы можем в простой беседе, понимая, что это за человек, задать ему несколько вопросов. Вопросы в звезде, задать вопросы, чтобы человек рассказал, как он, какие-то цели его. Но вы понимаете, что эта беседа такая, первый контакт, так называемый, первый контакт, первые несколько вопросов, и мы уже видим, кто перед нами. То есть мы создаем просто контакт, мы можем о себе рассказать, как мы в компанию пришли, и мы же даже, вот наша первая встреча с незнакомым человеком по рекомендациям, мы же все равно скажем, что, ой, вас меня рекомендовал, там, тот-то, тот-то, я очень рада, что у нас получилось встретиться, потому что о вас говорили, что вы там специалист такой-то, такой-то области, да, но, естественно, нам, конечно, нужно будет узнать об этом человеке хоть что-то, да, то есть мы открываем себя, мы делаем комплимент человеку, вот это называется такой первый контакт, да, мы даже можно не говорить о технологии, вот это и будет растопить лёд, да, создать взаимопонимание. Дальше нам очень важно понять, что у этого человека, какие у него цели, какие у него мечты, что каждый день его заставляет вообще вставать и что-то делать, то есть найти горячую точку, так скажем, да, это основной побуждающий фактор, вот найти этот фактор, что это такое? Это движущая сила, которая мотивирует и ведёт нас, иногда подталкивает, а иной раз жёстко заставляет действовать, потому что кто-то, для кого-то основной побуждающий фактор будет просто достичь своей цели, чтобы у него сбылась мечта какая-то там, не знаю, на Эльбрус восхождение, да, или до Северного полюса куда-то там доехать и посмотреть, как оно там всё выглядит, да, а кому-то нужно работать, работать, просто вставать и работать, и зарабатывать деньги, потому что у него семья, которую ему нужно прокормить, да, то есть у кого-то это просто мечта и очень хочется этого сделать, а кто-то очень вынужден, просто у кого-то это проблемы, и он вынужден делать, но это тоже будет основной побуждающий фактор, который заставляет человека действовать. Смотрите, можно выделить, вот как мы, допустим, решили выделить то, что действительно является побуждающим фактором человека и то, что действительно можно удовлетворить будучи членом нашей большой команды, так скажем, да, участником нашего проекта. Это может быть дополнительный доход, кому-то просто дополнительный доход, и он дополнительно идёт, там, выходные или ещё что-то, или вот приходит в сего компанию просто, и там ещё немножечко, так сказать, тусуется, да, немножечко проводит время и интересно, и здорово, и денежка дополнительная. Кто-то хочет полной финансовой независимости, кто-то хочет собственный бизнес, кому-то нужно больше свободного времени, он не хочет больше, допустим, работать там по 8 часов в день на кого-то, он хочет работать на себя, таким образом он будет понимать, что он будет освобождать для себя время, для своих нужд, а работать тогда, когда ему вот хочется работать, да, у кого-то личностный рост, у кого-то просто вот как у гуманистов помощь другим, для кого-то новые знакомства, путешествия, желание уйти вообще с работы, кто-то хочет наследство оставить детям, для кого-то важна будущая планета, то есть это всё побуждающие факторы, их может быть очень много, они у всех свои, у всех они разные, но здесь выбраны те, которые действительно мы можем с помощью нашего проекта осуществить, и когда человек выберет что-то из этого списка, вы понимаете, что да, в нашем проекте это можно осуществить, это можно получить, и когда мы будем разговаривать с человеком, мы будем ему предлагать участие в проекте, то мы должны понимать одну вещь, у всех людей, ну практически 95% населения не любят, когда им указывают, что нужно делать, вот вы такой эксперт, вы приходите и говорите, вот я знаю, что тебе нужно, вот, когда-то даже сетевики так работали, я знаю, что тебе нужно, спроси у меня, как, я знаю, что тебе нужно улучшить свою жизнь, я спроси у меня, как, даже какие-то значки такие носи, или что-то вроде этого, да, на самом деле это не совсем правильно, люди не любят, когда им говорят, как и что нужно делать, даже если они понимают, что это правильно, у них есть какое-то внутреннее сопротивление, а вот то, что он говорит, вот это правда, он для себя является авторитетом, сам для себя, особенно если мы для него чужой человек, если мы для него не авторитет, то всё, у него прямо он закроется, если мы начнём ему говорить, вот смотри, вот ты живёшь на съёмной квартире, а мог бы купить хорошую квартиру, или мог бы даже дом построить, а вот я знаю, как это сделать, а давай я тебе расскажу, всё, он закроется, скажет, не надо мне ничего, у меня на съёмной квартире хорошо, вот, поэтому нам очень важно, это как бы переходим к четвёртому ключу, вот эту горячую точку нажать, чтобы человек сам сказал, да, мне плохо, да, мне чего-то не хватает, да, я хочу заработать, либо сказал, да, у меня не хватает денег на мою мечту, я хочу заработать на свою мечту, но чтобы не мы ему сказали, а он сам это сказал, и что мы делаем, для этого существует всего пять золотых вопросов, как говорит Алан Пис, первый вопрос, что для вас важнее всего в жизни, это как раз первый вопрос, когда мы выясняем его побуждающий фактор, что важнее всего на сегодняшний день, что бы ты хотел, чего тебе не хватает, да, то есть мы можем по-разному этот вопрос задать, но как раз мы его подводим к тому, чтобы он нам назвал, что, какая движущая сила в нём есть, которая поднимет его и заставит его действовать, чего он хочет добиться или чего ему необходимо добиться и получить для своего благосостояния, для улучшения благосостояния, да, то есть мы, первое, это мы выясняем его побуждающий фактор, вот, следующий вопрос, почему вы выбрали именно это, давайте приведу самый примитивный пример, хочу заработать много денег, чтобы ни в чём не нуждаться, почему вы выбрали именно это, потому что, когда у меня будет много денег, я не буду ни в чём нуждаться и смогу себе позволить там то, что я хочу, почему для тебя является это наиболее важным, третий вопрос, потому что я хочу быть богатым, потому что я хочу добиться там, пить жильё, обеспечить детей, вот, что произойдёт, если у вас не будет возможности получить это, что произойдёт, я не стану богатым, я не получу, не получу, не куплю там дом, не куплю то, что я хочу купить, а почему это вас так волнует, потому что я не хочу быть бедным, потому что я не хочу быть нищим, ты понимаешь это, что происходит, мы можем даже до раздражения довести человека, но что происходит в данном случае, мы его заставляем практически пять раз самому произнести и в голове прокрутить то, что для него сейчас наиболее важно, почему оно для него важно, я короткий пример привела, можно привести такой длинный пример, я хочу построить дом, я хочу, чтобы моя жена ни в чём не нуждалась, я хочу, чтобы мои дети росли, чтобы дышали воздухом, чтобы была большая поляна, чтобы они могли там играть, чтобы была зона шашлыка, понимаете, вот так вот он может вам рассказывать, и когда вот он начинает вам рассказывать, что ему важно, для чего, почему он это выбрал, почему, что может произойти, если у него не будет возможности, как ему станет плохо, то есть он сначала рассказывает, что ему важно, почему это является для вас наиболее важным, он ещё раз нам повторяет, находит ещё какие-то аргументы, что да, действительно это для меня важно, он может быть даже для себя в этот момент делает открытие, насколько для меня оказывается это важно, а что произойдёт, если это не будет возможности этого получить, то есть и мы начинаем у него забирать, он только что понял, осознал, что ему это действительно нужно, что ему действительно важно, и мы начинаем вопросами его возвращать в обратную, в реальность, что а что будет, если у тебя этого не будет, и он понимает, ну как ему будет плохо, если он вот только что он помечтал, только что он оказался вот в этой вот сфере, где всё есть, где его мечта практически сбылась да и вот она уже уходит он опять это теряет вот и тогда это заставляет его сказать так все стоп я действительно хочу что-то делать я я действительно будешь сейчас что-то делать для того чтобы вот это у меня сбылось да также можно сказать про мечту когда мы говорим лечу что-то что для тебя важнее всего он как я например молча бы я путешественник я там альпинизмом немножко занимаюсь любительским вот и я хотел бы на северный полюс съездить собрать команду его добраться до северного полюса а почему выбрали именно это потому что я уже был там той стране той стране я уже был там на южном полюсе уже был на экваторе вот мне остался северный полюс еще покорить а почему это для вас является наиболее важным потому что это мои достижения у меня есть там вот я был на эльбрус это мое достижение это мой рост я как бы раз то и обо мне там пишут у меня дети ценят меня друзья ценят мне это важно а что произойдет если у вас не будет возможности получить это что что произойдет ничего страшного не произойдет но мне будет очень грустно я буду все равно продолжать мечтать об этом полюсе вот и буду расстроены а почему это так тебя волнует потому что я не хочу быть неудачником потому что мне кажется что вот если я туда пойду значит меня все класс да это это просто мечта человека это не жизненно важно не жизненно необходимо но ему так хочется я очень хочу туда и я буду что-то делать я готов что-то делать и готов заработать чтобы вот да зарядить экспедицию собрать какую-то команду таких же любителей как я взять какого-то профессионального инструктора то есть у нас получается так что люди вообще встают и движутся что-то делают по двум причинам покупают это тоже условное до слова люди покупают по двум причинам когда им что-то очень нужно то есть жизненно необходимо он понимает надо вставать и делать потому что иначе все вот или когда они чего-то очень хотят это мечта вот мне хочется у кого-то это мечта у кого-то это каприз я готов сделать все что угодно чтобы добиться своего вот две причины по которым люди делают что-то и вот наша задача выяснить их настоящую потребность или их желание и дать им возможность реализовать это и с нашим проектом участие в нашем проекте помогает потому что если это не связано с какой-то карьерой который и бизнесом который он может построить прямо внутри проекта то это связано с финансами которые он может заработать либо в краткосрочном либо в долгосрочном периоде и получить свои деньги на которые он сможет вне проекта осуществить свою мечту или удовлетворить свои жизненно важные потребности и тогда мы уже поговорив с человеком вот таким вот образом мы уже понимаем четко кто перед нами что ему нужно и тогда мы можем переходить уже к презентации и делать как раз акценты на то что сейчас мы выяснили что этому человеку нужно и какие потребности мы можем чем сокрыть но когда мы делаем презентацию конечно же в обязательном порядке мы понимаем что мы должны использовать готовый материал который есть на сайте вы которые есть в нашем личном кабинете что если мы не специалист в этой области если мы еще новичок мы не умеем делать презентацию мы многого не знаем то лучше конечно не делать этого а пригласить на какой-то вебинар который у нас проводится онлайн сейчас уже много проводится встреч оффлайн если в вашем городе что-то проходит пригласить человека туда пускай лучше специалист расскажет а вы потом уже доработаете да уже ответить на вопросы вот но если мы сами делаем презентацию то конечно у нас есть определенная схема это первая проблема которая существует сейчас в мире из-за того что у нас есть и пробки из-за того что у нас есть транспортный коллапс мы понимаем какие проблемы в экологии из-за транспорта да и раз говорим какое решение есть у нас в виде нашего надземного транспорта и возможность участия конкретно для того человека которому мы делаем презентацию то есть вот такая схема которой нужно придерживаться она достаточно правильно она уже много как годами отработана и она хорошо работает у нас есть лендинги в электронные в личном кабинете которые можно как электронная реклама которую можно использовать как презентацию вообще потому что там очень много роликов загружается и лендинг такой живой да там очень много информации там все ссылочки они все живые все подвижные то есть можно много информации в нем найти ну конечно ролики берем не собираем по ютубу все подряд а берем с официальных каналов где идет четкая правдивая информация без всяких приукрашений а ее на сегодняшний день у нас очень много прошу прощения также используем печатную литературу атрибутику с нашим логотипом чтобы мы выглядели достаточно профессионально у нас за этого всего очень много вот если мы уже человека пригласили конечно мы говорим о бизнесе то обязательно говорим об инвестиционных наших возможностей то есть программа условия если мы говорим если ты не просто инвестор а мы предлагаем ему еще и бизнес то конечно же мы еще в этой же презентации рассказываем о маркетинге и о возможностях заработка готовимся мы достаточно стандартно все свежие новости просматриваем обязательно какой-то каталог который можно будет показать полистать на встрече обязательно что-нибудь что можно оставить человеку какой-то буклет какую-то книжечку ставить клиенту на память чтобы он еще это просмотрел очень можно сказать немаловажные такое еще дополнение это распечатать список инвестиционных пакетов промо акции которые у нас есть на данный момент потому что это закрытая информация и и нет просто так в интернете и и человек не может видеть пока не зарегистрируется она есть только в нашем личном кабинете и иногда бывает так что он еще регистрироваться не хочет он мне надо рассмотреть все предложения я хочу посидеть подумать посчитать особенно если это дипломат перед нами он не будет регистрироваться тратить на это время но мы ему оставим распечатанные наши предложения и он может там один вечерок свободный этим листочком немножечко там поинтересоваться что-то посчитать что-то сопоставить еще один вечерок опять вернуться к этому листочку такой вот я вчера не заметил оказывается вот это предложение интереснее опять посчитать посидеть да то есть он уже может понимать целенаправленно будет идти когда он позвонит скажешь слушай да я посмотрел у меня действительно заинтересовали ваше предложение давай будем регистрироваться до таких случаев тоже очень много то что мы ему на компьютере вот откроем на экране покажем закроем ушли все с глаз ушло и он забыл если его прямо не зацепило это прям заживое да то он может перегореть а если листочек будет он увидит на этом листочке что так ну а может все таки посмотреть или там он его где-нибудь бросит пройдет пару дней он опять на глаза попадется кисточек мы подумать сушила действительно так я посчитаю вот что-то что-то меня тут зацепила до глазом поэтому хорошо когда он есть ну и конечно же мы понимаем что же на сегодняшний день мы без без планшета без компьютера уже на встрече не приходит что она обязательно что-то должно быть ну вот промо акции маркетинг то есть что-то такие вот какие-то картинки мы обязательно распечатаем и рассказываем им вот также у нас есть очень хороший инструмент который можно обратиться к нам вот новичкам говорю обратиться в отдел визуальной рекламы то есть то есть ко мне вот и заказ получить макет на любом языке у нас есть 24 языка получить все макеты той же визитки с основным побуждающим фактором то есть с одной стороны будет визитка как она идет стандартная а с другой стороны разработали такой макет на где напечатаны как раз вот эти основные по основные побуждающий фактор и бывает такое что вы даже просто человека встретили знакомого своего старого знакомого переговорили дайте нам визитку вот он возьмет визитку посмотрел я что это у тебя такое что такое основной побуждающий фактор все это уже зацепка это уже крючочек уже можете с ним поговорить а ну а ну посмотри скажи что для тебя важнее всего вот ради чего ты там готов каждый день вставать идти двигаться принимать какие-то решения там делать какие-то шаги и там покорять вершины ну вот он да выбирает и говорит вода хочу финансовую независимость вот ради этого готов ну давай мы встретимся я тебя как-нибудь расскажу если вы просто у вас случайная встреча это не встреча для презентации я тебе расскажу кое-что интересное это как раз сможешь эту свою финансовую независимость получить эти расскажу а ты сам решишь так это или не так давай давай все таки встретимся да вот и человек уходит и у него остается эта визитка и он еще раз еще раз еще раз прочитывает дополнительный доход собственный бизнес независимость слушать ну интересно что что там такое мне может предложить будущее планеты личностный рост знаете вот вот он будет это все прочитывать то есть она будет у него пред глазами и будет его побуждать все-таки задать вопрос также у нас есть макеты брошюр на 24 языках вот который тоже можно скачать у себя в регионах напечатать это листочка 4 который складывается в трое вот здесь тоже очень много информации информация буквально просто такими тезисно дана и вы по этому буклету можете тоже провести полноценную вообще презентацию он тоже очень помогает разговоре также у нас есть наши корпоративные наборы которые на встрече очень важно чтобы была там ручка брендированная ежедневник вот вы показываете что вы действительно представитель компании ну и для каких-то больших уже презентации у нас есть макеты я просто когда какой сегодня мы говорим о презентациях вот то скажу что вот у нас есть макеты разных роллапов вертикальных сколько у нас пять видов нет больше семь видов и еще два есть горизонтальных которые можно если уже открываются офисы можно на стенку наши роллапы которые утверждены да вы знаете что мы не можем сами ничего придумывать мы не можем сами делать никакие плакаты у нас есть дизайнер и все что мы выпускаем все вот вот это все разрешено это все утверждено да у нас есть какие-то базовые нормы и мы не можем их нарушать для того чтобы не не нарушать корпоративный стиль да мы все-таки серьезная организация вот и хочется вам коли нас называется шаги к успеху путь к успеху да то хочется сказать что путь к успеху если мы уже встали на старт вышли на старт да и начали делать свои шаги то мы должны понимать что это будут ступеньки это будут ступеньки вверх нужно будет делать какие-то шаги какие-то усилия нужен будет выход из зоны комфорта вот только так можно прийти вот на вершину да поэтому не нужно бояться думаем анализируем нас большая компания нас большая команда всегда есть люди которые помогут которые поддержат помогут спланировать помогут поставить цель и вот такими шагами потихонечку потихонечку идем 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 к своему успеху вот все зависит от того на какой ступеньке мы его этот наш успех который нас удовлетворяет который для нас является наиболее желанным на какую ступенечку мы его расположим да и как долго мы к нему будем идти это то какие цели мы перед собой поставим вот поэтому я всем желаю чтобы дорога к успеху хоть она идет вверх все таки была легкой и чтобы вы обязательно к ней пришли чтобы цели были достигнуты чтобы мечты сбылись и чтобы вот этот успех он принес вам то удовлетворение вот ту радость ради которой все это делается это тоже очень важно чтобы не так что я пришел я получил а ну я столько проделал чем еще с радоваться прыгать что я достиг этой цели да я заработал это нет я хочу вам пожелать чтобы все таки это внутреннее удовлетворение это внутренняя радость она всегда была я молодец я достиг этого я сделал это и вот тогда вот это настроение вот этот адреналин он побуждает нас ставить новую цель покорять новую вершину